МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Господи, Боже мой! За что тебя бабы любят?" И правда, за что? Что именно сводило женщин с ума? Выдающаяся мускулатура, которая оголялась при каждом удобном случае? А-а-а! Проникновенный гипнотизирующий взгляд? Изящные черты лица? Это мое дело. Хотя нет, стоп. Мужская красота – это же вообще условность. Не правда ли? Тут что-то другое. Волшебный луч В кромешной теме Спасибо тебе! Спасибо тебе! Спасибо! Как наши женщины выбирали претендентов на роль главного секс-символа советского кино? И кого в итоге назначили на эту почетную должность? Спросите любого, а лучше любую, кто главный секс-символ мирового экрана? Ответ предсказуем. Второе, третье, пятое места разделят Шон Коннери, Марлон Брандо, Жан-Луи Трентиньян, Брэд Питт, в конце концов. Но на самой верхней строчке этого хит-парада конечно он. Тот, чье имя каждая женщина планеты произносит с придыханием. Это Олен Делон. Ну, он мне нравился. Как что-то, как инопланетяне, знаете. Ну, это что-то другое, другой мир. Но вот он был герой, который удивительный, какой-то очень странный, жесткий. В то же время вдруг становится с этими глазами мягкий, нежный. Олен Делон уже почти не человек. Это бренд. Эталон мужской красоты. Аромат влечения и страсти. Сокровенная мечта каждой женщины. Красив, как Олен Делон, это все. То есть это значит, значило он просто потрясающе. Одет, как Олен Делон, пахнет, как от Олен Делона. А что же наши? Неужели отстали? Неужели советские мужчины привлекали советских же женщин меньше, чем иноземные красавцы, говорящие на непонятных, но таких волнующих языках? Конечно, нет. В том числе и потому, что до них можно было при известной настойчивости буквально дотянуться рукой. Для тебя, моя Марселла, со смертью я вступил бы в бой. Я, чтобы встретиться с тобой, сто жизни отдала бы смело. Экзальтированные барышни охотились за Николаем Черкасовым. Но его и на экране, и в жизни больше привлекали роли не героев-любовников, а государственных деятелей. Существует одна вещь, для которой я слишком стар. Потом за Вадимом Героем. Но этот красавец всему и вся предпочитал коньяк. Миллионы зрительниц мечтали прожить недолгую, но яркую жизнь и умереть в один день с оводом Олегом Стрижановым. Поймите, я не виноват. Я... А потом советский кинематограф предложил им совершенно другого героя. И они, для порядка покраснев и посмущавшись, согласились. Да не бойся. Не бойся. Силком не трону. Весной 1957-го режиссер Станислав Ростоцкий искал мужчину женской мечты для своей новой картины. Задача была непростая. Герой должен быть и работящим, и порядочным, и поющим. Словом таким, чтобы зрительницы поверили. Да, за его сердце и все остальное могли состязаться первые красавицы деревни Пенькова. Как тебе не стыдно, Матвей? Женатый человек. А мне стыдиться нечего. Теперь уже всем известно. Что известно? А все. Что голос у меня при тебе хрипит. И что, как увижу тебя с трактора, так мотор глохнет. Что ты говоришь, Матвей? Да ничего. Ты и сама меня любишь. Вот так. И все. Это красавец, парень деревенский, страдающий и в то же время простой такой вот, простой интеллигент. И у него настолько утонченные черты лица, что всем женщинам казалось, что он вообще потомок дворянского рода какого-то. Интеллигентному красавцу тут же приписали все достоинства сыгранного им тракториста. Сильный, надежный, волевой. Вот уж за кем точно будешь, как за каменной стеной. Я думаю, что и до этого Слава пользовался определенным успехом у женщин. Но после этой картины, очевидно, потому что они полюбили не только его, они полюбили Матвея Морозова. Очень часто ведь все с героя переносится и на человека. Полюбившиеся зрительницам черты героя Тихонов привносил во все последующие работы. Капитан и полковник, учитель и писатель, наконец, князь и контрразведчик. Я влюблена была в тот момент, когда он сидел напротив меня. Встали и разошлись. Ну, в принципе, в жизни, на концертах у меня встречал очень приятными словами «Это самая любимая моя жена». Я понимала, что это образ созданный, идеальный образ жены. Вот только для самого Тихонова идеал был совершенно иным. Нетрепетная блондинка, которую хочется лелеять и опекать. Прямо наоборот. Стой! Болевая казачка, которая кого хочешь заткнет за пояс и загонит под каблук. Нона Мордюкова. А на работе на колхозной чья сила идет? Опять наша бабья. А что наши мужики? Ходят только руки в брюки, таковано. Правильно я говорю? Правильно. Он ранимый, тонкий, совершенно другой, наоборот, требующий какой-то защиты. В общем, князь Андрей, тракторист Матвей и разведчик Исаев, играющий штандартенфюрера Штирлица, дам привлекали. А сам Вячеслав Тихонов на роль властителя женских грез явно не подходил. Но должен же, просто обязан был появиться герой, который будет прекрасен на экране и в жизни с радостью возьмется воплощать самые потаенные женские порывы. И он появился. Я не могу уйти, любимый. О, я хочу тебя обнять. Сгореть в любви неодолимой. Энергичный, пышноусый красавец Михаил Боярский был просто-таки воплощением чувственности. Да, мы понимали, шансов нет. Один взгляд в их сторону и они падут в его объятия, не думая о последствиях. У этого бандита однако подлинный размах. Он там безумно обаятелен, еще и такой выполняющий удивительные трюки. Конечно же, поклонницы сходились ума с ума и Боярского немножечко закружило голову. И в этой пытке многократной рождается клинок блатный. Возможностью воспользоваться помутнением женского рассудка Боярский не пренебрегал. О, дорогой мой! Если бы мне куда-нибудь хотелось пойти к какой-нибудь женщине, я обязательно приходил к ней. Она кое-черни что-то еще искал. Ну, кто же любит раз в неделю? Как будто лекарь кровь пускает. Даже когда знал, что ему может не поздоровиться. Мошенник, дрянь, я бы должна убить такого. Я же обожаю женщин, красивых, разных. Конечно, приятно быть с красивой женщиной, ухаживать за ней, добиваться ее. Я буду вашей женой. При этом обзаводиться собственной семьей Боярский не спешил. Я был очень молод и труслив. Я боялся потерять свободу. Не очень понятно почему, но как-то я женат. Нет. Вам нечего бояться, когда рядом с вами Д'Артаньян. Правда, потом все пошло по обычному сценарию. Умоляю вас, останьтесь со мной хотя бы на пять минут. Ближе к третьему десятку кумир все-таки женился, но окончательно остепенился, как говорят, ощутимо позже. Конечно же, мужики не светили, как и женщины, собственно. Но есть еще такое понятие, как совесть. Нужно знать меру по всем. И то, что непоколебимо, можно быть верным супруге и можно иметь привычку дурную обращать внимание на других женщин. А потом это и само собой отпадет. Я знал много счастья. Я испытал любовь женщин, я познал власть денег, но все это пыль по сравнению с этим. Со временем действительно отпало. Как и тяга к алкоголю, из-за которой супруга Боярского, актриса Лариса Лопиан, однажды даже подала на развод. Дурдом какой-то. Оскорбленный Боярский тогда решил нанести упреждающий удар. Он уйдет сам, первым. Все, я ухожу, попрощался, все, поцеловались, я вышел за дверь, дошел до Певческого моста, это метров 150, постоял около парапедов, иду-ка я домой, ну, чертовой матери, пришел, вернулся, решил, не будем разводиться. Ну, черт, мужики, народ не очень умный. Со временем это отчаянное мушкетерство сошло на нет. Михаил Сергеевич сегодня образец идеального мужа, отца и особенно дедушки. Статус секс-символу не слишком свойственный. Вы сделали то, что должны были сделать, Д'Артаньян. Но, может быть, вы сделали ошибку. Мам! Александр Абдулов такими добродетелями не мог похвастать до конца дней. Принцесса! А победами над женскими сердцами еще как. Это вы! какое счастье! Вы! Зачем вы здесь? Я ухожу! Вот ключи! Я ухожу совсем! Даже в роли явного подлеца он был неотразим. Конная милиция стояла у театра, там двери спятились, носили. Абдулов в женской любви буквально купался. Не мог ничего с собой сделать. Не мог отказать тем женщинам, которые ему очень нравились. Не мог не крутить эти романы. Наверное, имел на это право по-своему. Я прошу вас. Будьте моей женой! Будьте! У кого уже из нас вы делаете предложение? Наши двое! В роли сказочного то ли принца, то ли медведя Абдулов был особенно хорош. Почему плачете? Каждая зрительница мечтала расколдовать его поцелуем. Я и не собиралась целовать вас. Я и не думала влюбляться в вас. Но даже при известной широте взглядов одарить вниманием сразу всех поклонниц оказалось проблематично. Зачем тогда женился? Дурак был. Не трогай меня руками. И все дураки кто женится? Написать бы всем на лбу букву Дэй. Пусть смотрят на себя в зеркало. Александр Гаврилович рассказывал, что его там как-то раз после спектакля какая-то безумица подстерегла с реальной кислотой. Плеснула в него. Слабо он успел увернуться. Она по принципу так не доставайся это никому решила так ответить на безответную любовь. От мести воздыхательницы увернуться удалось. От судьбы не увернешься. Абдулова было слегка за 50, когда весь букет болезни человека азартного до ярости и потому невоздержанного во всем дал о себе знать. Проводение язвы и проблемы с сердцем в сочетании с бедой отчаянного курильщика раком легких. Итог могила на Ваганьковском и миллионы рыдающих поклонниц по всей стране. Я скучаю по тебе. Я скучаю по тебе, Митя. Я скучаю по тебе. Спасать, стрелять, лихо запрыгивать на коня и при этом свободной рукой обнимать разомлевшую принцессу. Эти пункты послужного списка супергероя оставались актуальными долгие годы и зрительницам вроде их хватало. Но времена изменились. Дамы строго скомандовали раздевайся. Девушки милые дорогие Мы вам не милые и не дорогие этого еще не хватало. Одну минуточку. Ну давайте посидим за круглым столом и спокойно разберемся. И вот что удивительно. В романтической комедии «Три плюс два», по итогам которой Наталья Фатеева и Наталья Кустинская были всесоюзно признаны настоящими советскими секс-бомбами, Андрей Миронов, Евгений Жариков и Геннадий Нилов, фигурировавшие почти исключительно в плавках. Такого сногсшибательного эффекта не произвели. А Николай Еременко в фильме «Пираты 20 века» обнажил торс и проснулся не просто суперзвездой. Ни много ни мало первым советским секс-символом. Так кто-то написал в газетной рецензии и, судя по всему, попал в десятку. А женщины? Это джинсы, это одежда другая, это тонущий корабль, где он спасает всех, кого он может спасти. Этот рельеф его мускулов, то, что мы тогда не видели, то есть все было закрыто, а тут все вдруг открыто. И мы видим вот всю эту мускулатуру, все эти бицепсы, трицепсы, все эти кубики. Красота невероятная. Это был как раз тот человек, тот актер, о котором женщины уже думали, я хочу иметь от него ребенка. Еременко, скорее всего, об этом догадывался и начал идти к неофициальному, но такому почетному званию задолго до триумфального обнажения. Боже, ты мой, какой красавчик, какой молоденький попик. Сначала мужественно, как того и требовала роль, проникал на балкон к возлюбленной, чтобы заключить ее в объятия со всеми вытекающими. Это ты. Потом с легкостью совмещал образы бестолкового, но весьма романтичного художника и белого рыцаря. И опять-таки заключал даму сердца в объятия. И делал это настолько технично, что отпадали последние сомнения. Этот мужчина знает толк в любви. Я буду всю жизнь рисовать только тебя, ваше высочество. Он очень-очень следил за собой. И он как раз мне подсказывал, что вот это более выгодно, это более интересно, потому что у меня не было такого опыта. А у него, конечно, был огромный уже опыт съемок в кино, и у него все это было уже отработано. Отработаны были не только повороты в кадре, но и подкаты за кадром. Какие-то дежурные такие у него были, видны, заготовки. И он ко всем как бы, он поначалу очень кокетливо общался. У меня закружилась голова. У меня тоже. Но это пройдет. А потом всех без исключения зрителей Советского Союза взяли на абордаж пираты 20 века. И стало уже неважно, кто кого обнимает. Джинсы в сочетании с рельефом пресса на какое-то время потеснили в женских сердцах всех прочих претендентов. Возможно, Николай Еременко и правда не понимал, с чем играет. И продолжал эксплуатировать образ накачанного обольстителя даже там, где он не был столь уж необходим. Здравствуйте. Правда, с годами поддержание имиджа загадочного матча и размеров мускулов обходилось все дороже. Занятия карате и дзюдо Еременко умудрялся совмещать с частыми застольями и еще более частыми романами с молодыми красотками. В Бога в душу, в матушку, государыню, императрицу. Мог себе позволить. Даже в 52 актер соответствовал прозвищу Марлона Брандо с русским сердцем. Оно в конце концов и подвело. Это большая трагедия, то, что он ушел и что, конечно, он бы мог еще работать очень долго. Мне кажется, он в какой-то момент, может быть, загнал себя. Место главного отечественного секс-символа, впрочем, недолго оставалось вакантным. Правда, потребовало от кандидатов еще больших достижений. Не только обнажиться до пояса, но и поучаствовать в постельной сцене. Есть такие, которые никогда не женятся. Да, хоть ты их режь. Я как раз из таких. Бортинженер Скворцов из фильма «Экипаж» идеальным мужчиной, конечно, не был. Но пылкие чувства у дам от этого вызывал ничуть не меньше. Ведь каждая думала, именно со мной он изменится, станет тихим и верным. У него модная светомузыка, у него все есть. И при этом он совершает подвиг. То есть нам казалось, что это, да, такой секс-символ. Леонид Филатов от этого статуса всячески открещивался. Он искренне ко мне подходил несколько раз на картине, говорил, слушай, ну какой черт у меня секс-символ? Ты понимаешь, я люблю одну жену, ни с какими девушками не ехшаюсь, нигде не впутываюсь, на эти тусовки не хожу. И директор, и режиссер картины хватались за голову. Они отдали Филатову самую выигрышную роль, самую яркую сцену с полностью обнаженной напарницей. Да, артисты мечтают в таком сняться, а он, видите ли, даже не готов снять брюки. В сцене с обнаженной Яковлевой он в джинсах лег. Сказал, не, я джинс снимать не буду. Лень, ну ты че вообще? Ну в трусах хотя бы. Не, не, я джинс снимать не буду. Это так удивило. Господи, боже мой, за что тебя бабы любят? Но зрительницы о стеснительности Филатова, конечно, не узнали. И были уверены, более искушенного любовника еще не бывало. от преследовавших поклонниц актеру нередко приходилось спасаться трусцой, а то и рысью. Жил он недалеко от театра на Таганке и по пути, конечно, его очень многие узнавали. Старался идти пешком, но тем не менее женщины, которые его видели, ну все были без ума, караулили у подъездов, караулили у служебного входа. Впрочем, заключить, что без обнаженки в секс-символы не берут, тоже неправильно. Олег Янковский не предъявлял замершим в нетерпении зрительницам мускулистый торс. Он просто смотрел в глаза и все. Достаточно. Я готова. Здравствуй. Янковский в основном играл нелепых выдумщиков, выброшенных на обочину неудачников и прочих рядовых сотрудников архитектурного бюро, болтыхающихся в кризисе среднего возраста. Мужчины у экранов удивлялись. И почему тут вообще сходить с ума? Ой, ну, мужик, ну не могу. Покослявый-то. Он не блистал мускулатурой, не гнул подковы, не ломал пятаки. Вот этой стороны у него не было. Но было, как выяснилось, гораздо больше. Это просто мужчина, который транслирует через взгляд то, что он мужчина. И он смотрит на женщину, как на женщину. И это во всех ролях, во всех его образах. Он может ничего не говорить, его персонажи очень часто просто смотрят. Но оторваться от этого взгляда невозможно. Он, конечно, был фантастический, он выглядел там. Наверное, все падали в обморок. Это было, наверное, не от внешности, не от качеств, которых у него не было, Джеймса Бонда. Это, наверное, очень мощная вот эта вот какая-то мужская энергия, которая, мне кажется, это есть, либо это есть, либо этого нет. Это таинственная, но такая всепобеждающая мужская энергия, помноженная на талант, становилась страшной силой. У женщин шансов не было. Мне как-то всегда казалось, что все-таки он не просто красавчик, а он действительно очень сильный артист, он очень серьезный, настоящий, очень мощный артист, и поэтому когда это дополняет одно другое, это просто какая-то феерия. Дурачок, а не лечишься? Давай поженимся. Ага, завтра. Мощного артиста Янковский включал одним движением бровей, и отнюдь не только на съемочной площадке. Мы стали родственниками с Янковским, просто, да, он двоюродный брат моего покойного мужа. Мы приехали поздравлять Ростислава Ивановича Янковского в Минск с каким-то юбилеем. Олег, я как сейчас помню, сидел в кресле, вот сбоку у него было окно, а все такие же подкольщики, и кто-то, значит, что-то Олегу сказал такое. Пэм-пэм-пэм. И он вот так взял, глаз чуть-чуть отвел, и луч солнца прошел насквозь в его губы и глаза как-то вот так. И вот это как бы обида такая детская-детская. Я думаю, вот за этот взгляд можно отдать все на свете. Просто один взгляд. Этот взгляд заворожил многих. Помимо законной супруги Янковского актрисы Людмилы Зориной, Елена Проклова, сообщившая, что по итогам общения с Олегом Ивановичем ей пришлось избавиться от ребенка, открыла ящик Пандоры. О неформальном взаимодействии с обладателем проникновенного взгляда вспомнили многие. Неудивительно, что все остальные решили, а ну их, красивых, мускулистых и даже умных не надо. Гораздо важнее энергия и страсть. Эту реку в мурашках простуды Это Адмиралтейство и биржу Я уже никогда не забуду И уже никогда не убив. Когда в 1981 в Ленкоме показали спектакль о любви испаноамериканской красавицы и русского графа, у дам, присутствовавших в зале, перехватило дыхание. Выходит нечто лохматое, зубастое, клыкастое, глазастая, прыгает. И я смотрю на него и думаю, а вот же он, мужчина, которого я всю жизнь жду. А он вот, он вот здесь. И я смотрю на эту люстру в стиле модерн, которую я говорю, если он не станет моим мужем, я повешусь на этой люстре. Трагический финал был весьма вероятен. Ведь примерно так формулировала планы на будущее вся женская половина зала. Они вставали. Они как будто хотели разобраться. Это правда настоящий такой мужик с такой харизмой. Все бабы подпадали под эту какую-то силу магическую. Он не красавец, он не Ален Делон. Он не Олег Янковский, но какая-то такая мощь. Чем именно покорял сердца дам-актер Николай Караченцев, они и сами не могли толком объяснить. Приходилось вызывать к опыту явно более искушенных западных женщин. Но вот что они находили в Жан-Поле Бельмондо. Это мужчина с невероятной харизмой, поэтому озвучивал Бельмондо, Караченцев все время. Они очень похожи по внутреннему своему, своей внутренней организации, про харизму своей внутренней. И в Караченцевы невозможно не влюбиться. Волшебный луч в кромешной тьме Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо. Мужская харизма. Вывести формулу этой загадочной субстанции пытались многие. Ведь накануне только любовь женщин, но и востребованность у режиссеров. Так кто же он вожделенный харизматик? Димаш говорил с вопросами своими премудрыми воздержись, пока понял. Девчонки любят плохишей. В принципе, плохих мальчиков. И Высоцкий в данной ситуации плохой мальчик. Причем мне очень обидно, потому что на самом деле герой Конкина потрясающий, честный, настоящий мужик. А герой Высоцкого опытный, прожженный мужичар. А Вы, девушки, тянетесь именно к таким. Дело было, конечно, не только в образе, описанном сценарии боевика место встречи изменить нельзя. Женщины хотели именно его. Ни высокого, ни особенно атлетичного, не то чтобы красивого, да какая разница, если он Владимир Высоцкий. Он не был в таком смысле красавцем, широкоплечим, огромным мужиком, который входит, я не знаю, и свет белый закрывает фигуры своей мощью. Но он другим брал. Талантом, само собой, пронзительным взглядом тоже не отнять. Но не ими одними Высоцкого влюблялись вслепую. По голосу стоило ему лишь начать петь. А умел я петь песни вздорные, как любил я вас очень черные. Был в гремучем коктейле харизмы еще один ингредиент – успешность. Женщины ее атрибутами восхищались. Мужчины завидовали. У него была хорошая машина, что там говорили. В общем, не каждому так выпадает. Ну, еще судьба, она тоже умная, она ведь достойных ищет. Высоцкий, безусловно, был тем героем, которого играл. В том числе и в месте встречи. Сильным, решительным, рисковым и явно небезупречным. Вся его жизнь состояла из каких-то любовных побед, что он перешагивал через приличие и так дальше. Способен ли такой мужчина сделать женщину счастливой? Да что-то не похоже. У Владимира Высоцкого, у Марина Влади, да, это была его муза, та женщина, которая жила за границей, в Париже, но при этом рядом с ним, когда ему было совсем плохо, были другие женщины, которые видели другую сторону медали, человека, который сильно выпил, которому плохо. и у его постели сидели именно они. Высоцкий действительно встречался со многими, часто одновременно. Что поделать, роль такая. Стоп! Вот он последнюю роль, Дон Гуан, он аж дважды сыграл перед смертью. Вот он был Дон Гуан, вот он был поэт. А сколько раз ты изменяла мне в моем отсутствии? А ты повеса. Скажи. Нет. После переговорим. А о поиске советского аналога Алену Делону продолжали. Кто же он? Василий Луновой? Владимир Коренев? Или Олег Видов? Он был красив, он был с голубыми глазами, удивительной красоты, он был пластичен, он был спортивен. Поэтому совершенно естественно, что он стал героем. И совершенно естественно, что у него было огромное количество почитателей и влюбленных в него девочек. Владимир в Пушкинской метели, князь Гведон в его же сказке о царе Салтане. Всех несоветских красавцев Видов переиграл еще в 60-е. А вот на роли передовиков производства отчаянно не подходил. В итоге в 70-е спасался картинами совместного производства с Югославией, Италией, ГДР, Кубой. Там были только рады заполучить универсального актера, который готов сниматься и на коне, и со шпагой, и с пистолетом. И без всяких дублеров. Стойте! Стойте! Это мое дело. А вот на родине чем дальше, тем отчетливее амплуа супергероя становилась для Видова проклятием. Это совершенно не советская красота, отечественному кинематографу была совсем не ко двору. Для советского кино он очень благородно красив, скажем так, и очень как-то мягко красив. Нету в нем какой-то брутальности присущей советским актерам, советским таким мужчинам, которые исполняли какие-то героические роли. Советские режиссеры как ни старались, не находили для актера достойных ролей. К началу 80-х Видова окончательно задвинули в эпизоды. И актер отправился туда, где ему и место. В Голливуд. Там у него карьера не сложилась, но может быть и того и не сложилось, что там своих таких хватает, скажем так. Так зрительницы расстались с еще одним претендентом на роль советского секс-символа. Но кинематограф попыток найти идеальное воплощение женской мечты не оставил. И наконец предъявил его в самом конце 70-х. Я сам терпеть не могу грязные обуви. разумеется, дамы заглядывались на Алексея Баталова и раньше. Начиная с драмы летят журавли. Да, благородный профиль, умные глаза, бархатный голос. Но никому даже в голову не приходило назвать актера образцом чувственности. Даже в самой откровенной сцене фильма «Москва слезам не верит», нужно разглядеть что угодно, кроме секса. Слушай, а почему ты не выходил замуж? Тебя ждала? Но женщины, кажется, никогда прежде не были так единодушны. Просто где найти такого Гошу, когда там заваливали просто письмами того же Меньшова, который, так сказать, был режиссером, и типа, ну где, где вот такого вот Гошу взять, который, ну казалось бы, да что в нем? Что там, бицепсы какие-то, трицепсы? Нет, просто для женщины что? секс-символ выражается в чем? В том, чтобы она чувствовала себя защищенной. Оказалось, шви, мотористки, колхозницы, воспитательницы детских садов, сотрудницы конструкторских бюро и даже кандидаты наук женского пола все это время хотели вовсе не защиты от мифических драконов, злодеев и вражеских государств. Все гораздо проще. Чтобы там, вот как он там на картинке мог пылесос починить, обед приготовить, то есть какие-то такие вот вещи сказать, что все, ты сиди здесь, отдыхай, отдыхай, отдыхай. Что, и ужина не будем? Сейчас приготовлю. Только минут десять передохну, ладно? Отдыхай, отдыхай, отдыхай. Безупречное попадание в запросы женской аудитории объясняли почти парадоксально. Кинематограф создал идеального мужчину, который задумывался не о его наборе качеств, а о том, что такое любовь. Видишь на экране, как этот мужчина убедительно любит эту женщину, забываешь про эту женщину, ставишь на ее место себя и понимаешь, что я хочу такой же любви. Чтобы вот за мной ухаживал вот именно вот такой вот человек и делал это так, как приблизительно делает его герой в этом фильме вот с этой героиней. Пей, пей. Храбрые рыцари, офицеры, разведчики и милиционеры, задумчивые принцы, солдаты и ученые, пылкие бортинженеры и заботливые слесари с внешностью суперзвезды. У них не было недостатков, кроме одного. Никто из этих идеальных героев в реальности не существовал. За персонажами скрывались всего-навсего мужчины. Сильные духом и не очень, берегущие честь смолоду и удивительно легкомысленные, но неизменно талантливые, ведь именно это позволило им воплотить на экране образы, к которым каждая женщина хочет возвращаться и не перестает мечтать вот бы мне такого. талантливые, на чем высокое собрание? Надеюсь, что никто, конечно, не выдаст тайну Теодору. Мы с вашего соизволения и кончим повесть о собаке, которая лежит на сене. Теодору. Субтитры создавал DimaTorzok Теодору.